Джусси, Джусси. А, я думаю, что у меня здесь, что у меня здесь, что немножко... Я предлагаю наш разговор построить таким образом, что первая часть будет более простая, более понятна для широкого кола зрителей, что-то интересное, ну, в принципе, поговорим по душам. Вот, а дальше, раскачиваясь, мы затронем такие уже, там, серьезнейшие и более точечные темы, которые будут интересны, в первую очередь, обжарщикам, людям, которые очень плотно имеют дело с кофе, и даже это баристы, будни обжарщика уже, в принципе, там, какая-то часть людей смотрит и ждут следующую серию. Они там уже нас, в принципе, знают. И важно, наверное, чтобы ты о себе рассказал. Работая в компании Джемини, до этого, в принципе, осознательная жизнь с кофе началась именно с работой кофе Джемини. Сколько лет ты пришел в компанию Джемини? Мне было 20 лет, наверное. Ну, 2016 год я переехал в Киев, и шоу работать в одно очень... Надо было как-то укрепиться в Киеве, надо было как-то зацепиться. Приехал я сюда как раз для того, чтобы развиваться в кофе. В моем городе этого очень мало было. Желательно устроиться туда, где тебя будут обучать. Это было Джемини и еще одна очень известная большая сетка кофейнь. Джемини просто большая кофейная компания, а так сетка кофейнь. Я пошел на собеседование туда и туда. В Джемини мне долго не отвечали, и я устроился работать бариста. Спрашиваю, когда обучение, мне такие, ну, станешь старшим бариста, тогда и обучение. Вот я такой, ну, блин, я не желаю так долго развиваться, я хочу чуть быстрее. Ну, думаю, ну, буду работать, потому что закрепиться надо. После чего я пришел на кофейню, есть у нас на Дарнице, МАФ небольшой, он там с 2012 года. Мне позвонили, сказали, приходи к нам на стажировку, попробуешь себя. Я пришел, там стоял Дима Телевной, один из тренеров наших сейчас стоял Дима Телевной за баром. И такой, будешь кофе? Я такой, ну, давай. Я до того момента еще не пил вкусное эспрессо. Мне говорят, будешь эспрессо? Я говорю, ну, окей, только сахара кинь. Он такой, да нет, без сахара. Я говорю, да быть такого не может. Это была смесь наша коммерческая 70 на 30, хорошая коммерция. Он мне варит этот эспрессо, я пью его, у меня просто вот так открываются глаза. Я выхожу, звоню старшему бариста, говорю, я у вас работать не буду. И я решил, что любыми путями я как-нибудь буду здесь работать с этой компанией, потому что у них есть обучение, и они варят именно вкусный кофе. Это была кофейня от Джемини? Кофейня, это была от Джемини. То есть... Ихняя фирменная кофейня. Да, да, первая фирменная кофейня от Джемини. И там вот произошло прозрение у меня с кофе, что кофе может реально быть вкусным, сбалансированным, сладким и кислотным. И это и не супер кисляк, и не супер горечь, это реально самостоятельный напиток. То есть где-то 5 лет, да, ты уже здесь работаешь? Да, да. То есть около... На той кофейне я проработал около 3 лет с перерывами, то въезжал, то приезжал. Потом появилось место на... Был кастинг на место. Я пришел, прошел его и работаю уже с 2018 года, получается, в обжарке. Кроме того, что работаю в Джемини, у меня есть еще свой отдельный проект. Это темно-конячка. Я делаю наборы для калибровки базовые вкусы, дефекты обжарки. И еще будут дефекты зеленого кофе и много разных интересных вещей. То есть можно следить, можно подписываться. Эти наборы подойдут для тренинг-центров, для школ, для людей, которые просто хотят развиваться, для тренинг-центра. Почему? Потому что, когда люди приходят на обучение, первое, что нужно сделать, это откалиброваться с ними, понять, кто где находится, что для них кисло, что для них сладко, а что для них горько. Возможно, они путают понятие терпкости и горечи, и для них терпкий – это горький, а горький, наоборот, терпкий. То есть они могут путать понятие базовых вкусов. Для этого нужно откалиброваться с ними, чтобы говорить на одном языке. А ты говорил, что наборы, где можно попробовать дефекты зеленого. Дефекты обжарки, их можно посербать. Это жареный кофе. Это жареный кофе, да. Там шесть образцов, один из них оптимальный, и пять – это… Это один и тот же кофе? Это один и тот же кофе, просто обжарен по-разному, с разными ошибками, так сказать. Это выдалось сложнее, чем жарить вкусно. Ты знаешь теорию, что вот тут проявляется такой дефект, ты пробуешь, а он с этим кофе не работает. Слишком плотное зерно, и ему все равно, что ты перегрел ростер, и у него не будет скорчинга. Он такой, не, нормально, мне это как раз прям топчик, давай еще. Скорчинг, запеченный, недоразвитый, переразвитый и пересушенный. Пересушенный – это как раз вот слишком растянутая сушка. Кофе может быть по нескольким причинам… У тебя может быть нормальная сушка, нормальная по времени, все круто. Но если кофе был с недостаточной влажностью, да, он просто будет пересушен, в принципе. Он всегда в наличии? Он всегда в наличии. А дефекты, обжарки надо жарить, да. Как часто нужно калиброваться? Мы говорим о профессионалах, то есть достаточно одного раза, или ты нужно как-то систематично? Если говорить, есть такие ребята, как Югрейдеры, они калибруются официально от CoffeeQuality Institute, они калибруются раз в три года. А там в течение времени они сами пьют, пьют, пьют кофе и, собственно, калибруются друг между другом, общаются. А если для контроля качества, мы раз в месяц стабильно капим, калибруемся для того, чтобы оставаться в одной плоскости. На одной волне. На одной волне, да. Но чтобы не было субъективной оценки, типа тут кислое, тут сладкое. Нет, мы откалибровались все на один, на интенсивности, и понимаем друг друга с полуслова. А заказать эти наборчики можно через Инстаграм? Да, да, через Инстаграм там Мария Александровна всем ответит, все отправят. Когда начал работать с Coffee, это с 2007 года, вам уже было 11 лет, я помню, когда я посещал выставки, там, кофейные, то у вас всегда был такой красивый стенд, там, с красивыми девушками. Один из самых прикольных стендов на павильоне. Как сейчас, вот прошло с 2007 года еще, там, сколько там, 14 лет, как сейчас вы принимаете участие в выставках? С таким же размахом? Или вы уже настолько, ну, там, укрупнились, что вам нет смысла принимать участие в выставках, к вам уже сюда приезжает, как на выставку? Или вы там уже больше рассматриваете зарубежный рынок, и там, выезжаете там выставляться? Я думаю, вопросы такого плана лучше обсудить с нашим генеральным директором, он расскажет это более точно, красиво, ну, как генеральный директор. Если наш кастинг дорастет до такого уровня, что мы будем приглашать генеральных директоров, то... Антон Мяновский. В кофейной индустрии тоже человек давно и в чемпионатах участвовал, и судья чемпионатов. То есть, занимаемся кофе плотно. На выставках выставляемся, последние Forage не были? По каким причинам? Ну, опять же, по каким причинам. Там мало кто был, а кто и был, то было незачем выставляться. В 2007 году работал в компании, которая занималась расстановкой кофеварок, который готовил эспрессо из таблеток, чалдовые кофеварки. У нас там были аппараты Евроматики и Фроги, и мы, значит, по разным киоскам, магазинчикам, наливайкам, там расставляли эти кофеварки и продавали свою продукцию под эти кофеварки. Вот. В принципе, Киев был пустой, потому что на 10 киосков могло быть и все 10 без эспрессо, только был растворимый кофе. Это очень редко можно было встретить, как правило, это Gemini Jacobs, и особенно очень плотно покрывалась там периферия вокруг Киева, там какие-то там отдаленные уже части. Но, в принципе, основная конкуренция вот поиска точек новых, чтобы поставить свою кофеварочку туда, это было, конечно, Gemini. Так и сейчас. Так и сейчас. Работаем по всем направлениям. И последние три года плотно занимаемся в спешлте, премиальной и высшей линейке, как и для домашнего заваривания, так и для кофейни. Очень часто, чтобы понимать, куда двигается рынок и как мы жарим, вкусно-невкусно, потому что к своему стилю привыкаешь и со временем уже, чтобы не было такого привыкания, мы время от времени заказываем у разных обжарщиков, какие-то там эспрессо обжарки либо фильтр обжарки, для того, чтобы покапить, попробовать, поварить в разных метрах, сравнить со своим и понимать, мы на уровне или отстаем, или мы там вырвались вперед. Поэтому, какой фильтр, вот ты бы посоветовал, что есть сейчас и эспрессо. Эспрессо, я так понял, бленд номер один. Эспрессо базовый, да, бленд номер один или Эфиопия, Седа, Мадара. Гватамалуэля Каскаду в фильтре попробовать просто взрывает, то есть не ожидаешь, чтобы гватамалуэля такого. Перу, не помню, как правильно, Каранзе Барбоса или Бака, одна из них закончилась, и я не помню правильное название. В любой метод обжарки и в эспрессо попробовать, и в фильтре стоит. В принципе, всю нашу линейку мы выбираем так, чтобы большое такое действие, накрывается большой каппинговый стол, присутствуют все, не только мы там у себя на заводе, но и здесь менеджера, то есть выбираем то, с чем в принципе мы хотим работать. Не просто так, что взяли кофе и жарим, ну у всех Седаму есть, и мы возьмем. Мы выбираем коллегиально и с менеджерами, со всеми, чтобы ты не сможешь продавать то, что тебе не нравится. Мы на себе почувствовали, что, ты говоришь, сложно продавать то, что не нравится. Но у нас другая ситуация. Сложно продавать тот кофе, в который вот не веришь. Это у нас такая ситуация была с каким-то анаэробками, в которые мы не то, что не верим, мы просто боялись их продавать. Вот были не уверены, что нашему клиенту это понравится. И эти позиции, они всегда зависали. А вот когда какой-то кофе, даже пускай он там какой-то экспериментальной обработки, вот прям совсем нравится даже тебе, то тогда какая-то появляется вот такая сила, которая там заставляет, даже не вспомогает продавать этот кофе и не бояться, что человек может там пожалеть о покупке. Если у вас, например, там вводится новая позиция и вам нужно разработать профайл для этого кофе, сколько нужно пожарить, там, не знаю, образцов, сэмплов для того, чтобы разработать нужный профиль и потом в дальнейшем уже придерживаться его. Раньше уходило, когда начинали, когда работали, каждый кофе для нас был как новый. Было сложно, 4-5, то и больше сэмплов, плюс потом еще сэмпла надо перенести на большой, там еще 2-3 обжарки. И это был длинный путь. Сейчас все намного быстрее, есть опыт уже, наверное, на больше 50 тонн. У меня только опыт, а не считая того, что ребята нажарили до этого. Поэтому здесь все намного уже проще. Ты видишь, что это Кения, ты знаешь, что у нее померил влажность, плотность, такой, ага, я понимаю, что тут надо чуть больше поддать или чуть меньше. Ты уже начинаешь профилировать заранее. То есть кофе ты уже, в принципе, знаешь. И поэтому первая предстрелочная, первый бач, уже сэмпл, ты просто один обжарил, есть у нас стандартный профайл, мы по нему капим кофеек, чтобы оценить потенциал. А дальше ростер, уже загрузка, возможно, не полная, возможно, там 5-6 килограмм. Еще чаще всего попадаем уже с первой обжарки, большой, большого бача, уже попадаем. На опыте. Уже на опыте, да. Даже если кофе новый, то понимая, откуда он, и понимая его показания на входе, ты знаешь, что тебя ожидает, и что можно получить. Как натуральный кофе, мы знаем, что если дать ему слишком много энергии, он улетит в конце, поэтому нужно аккуратнее подходить к концу. Или, и вначале, не пересушить, потому что натуральный кофе имеет не всегда влажность высокую. Ну, начнем с самого начала. Мы пришли на обжарку, запустили ростер, он долго грелся, остывал, грелся, все-таки разогрелся. Стартуем с первого бача. По своему опыту, небольшому опыту, я обратил внимание, что первый бач, если ты просто разогрел с нуля ростер и запускаешь холодный кофе, то первый бач в любом случае ведет себя чуть-чуть не по профилю. Как вот вы поступаете у себя с первым бачем? Мы у себя на обжарке стараемся хорошо разгореть машину, это минимум занимает 30 минут. Перед самой обжаркой мы спускаемся вниз, делаем повышение, то есть, делаем еще скачок один и после чего загружаем и первый бач растягивается максимум секунд на 20-30. Жарим мы на гизен 15 килограмм. Вот, у нас встроенный циклон и первый бач редко отличается от последующих. То есть, хорошо разогретая машина дает повторяемость. А скажи, пожалуйста, какая амплитуда, вот когда ты разогреваешь ростер, максимальная, где отсекается и какая минимальная, при которой опять включается горелка? стоит, когда она прогревана, статичный, только включили и греем, стоит 250 градусов, высшая точка на этой машине, там плюс-минус 10 градусов включается, выключается, вы ставите в автомат, и он сам нагревает машину. Это минимум полчаса занимает? Да, это минимум полчаса занимает. А помещение, какая у вас температура? У нас 22 градуса, кондиционирование, есть полностью и большая комната, большая квадратура, поэтому нам не требуется притока воздуха особого. То есть, мы находимся на заводе, у нас много пространства, можем себе позволить. Так, есть кондиционер, который, в принципе, по надобности тоже включается как приток. У меня, по моему небольшому опыту, у нас помещение тоже достаточно немаленькое, с большими потолками, воздуха хватает, но зимой температура в помещении достаточно низкая. Там бывает, что, вот когда особенно морозные такие дни, отопление завода, в котором мы находимся, не справляется, и бывает, стартуешь обжарку где-то 12 градусов в помещении. То есть, приходится там, хотя есть и батареи, есть и обогреватели, но стартуешь, вот там, включаешь ростер при 12 градусах в помещении. Я грею ростер тоже на автомате, но я выставил там максималку 240 градусов, и там, минут 45, вот прям 45 минут его грею, и точно так же, вот по такому же принципу, перед загрузкой, батча, я загоняю опять, там, вверх, выше температуры загрузки, потом опускаюсь на пару градусов ниже, потом на 10 градусов выше, и уже на опускании, как раз на том градусе, которым не надо, я загружаю первый батч. Как правило, я всегда стараюсь там, какой-то там Сантос засыпать, потому что, ну, вы поскольку на Эспрессо загружаете? Эспрессо загрузка у нас 12 килограмм, 12, да? точно так же, 12 грузим, но я обратил внимание, может потому что у нас достаточно холодно, когда загружаешь 12 килограмм, 45 минут его разогревал, 12 килограмм загружаешь, все равно обвал достаточно низкий, построен следующим профилям, и профиль вытягивается, то я стараюсь либо 11 килограмм засыпать, либо на там 5 градусов чуть-чуть температуру загрузки поднять, то есть пока смотрю и так, и так, но лучше всего срабатывает, когда все-таки там меньше вес положить, то есть получается более-менее попасть в профиль. У нас нет проблемы с отоплением, у нас 20-22 градуса в помещении, зимой и летом одинаковая температура, что в принципе позволяет нам на 10 минут меньше греть ростер, чем-то. Батч первый особо не растягивается, как я уже говорил ранее, 20-30 секунд, первый батч чуть длиннее. Точка падения, turning point, он на первом батче ниже и потом выше, 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 но опять же, не критически ситуации нету. Разницы в 20 градусов точно нету. 4-5 градусов меняется в течение обжарки, в течение дня точка падения. Хорошо, по температуре загрузки тоже очень спорный вопрос. Я общаюсь с разными нашими обжарщиками. Есть мнение, что вот, например, на ростере я слышал вашим там крэк примерно там где-то 191-193 градуса, припустим. Значит, это температура загрузки максимального батча. Нельзя загружать кофе выше температуры, на котором у нас происходит крэк, потому что мы получим какие-то дефекты обжарки. Это первый как бы такой значит вариант. Второй вариант тоже наблюдал других обжарщиков. Загружает там при температуре 220-230 градусов. Думаю, где же истина, как правильно. Потому что я и так и так пробовал. В принципе, какие-то кофе, которые более плотные, можно загрузить при 220 градусах. Что-то более сухой обработки, помягче какой-то кофе, то мы загружаем ниже. Но кто так критично, чтобы не выше крэка, либо совсем задирать, то я так и не разобрался, как правильно. Зависит, наверное, от типа машин. На езде это больше кондукция. и здесь в принципе загрузка 200. Ну, 210 мы не загружаем, у нас 200-205 это максимум для плотных, ты уже заметил, сортов эфиопии. Вот я перебил, секундочку. Оба обжарщика, они тоже на гизу нажарят. И тоже на пятнашках. тоже на пятнашках. Поэтому непонятно, как правильно. Как правильно. Главное, чтобы вкусно было. Да, да, но вкус тоже. Вкус тоже меняется. Честно, у каждого, опять же, это уже дальше вкусовщина начинается, и качество, постоянство, чем выше температура, тем сложнее ее дальше ловить. Ростер перегревается, это же мы загружаем по температуре воздуха. Мы сейчас говорим о бачах по 12 килограмм. Да, да. Это, как правило, эспрессо обжарки. Да, фильтр. Фильтр мы тоже 12 жарим, максимальный бач под эспрессо, это коммерческая какая-то позиция, 13 килограмм. Вот, в эспрессо нормально себя ведет ростер. А если фильтры вы жарите тоже 12 килограмм, то температуру загрузки выше. Чуть-чуть выше. 5-10 градусов. Ну, то есть 205, 210, где-то. 205. То есть, в принципе, мы загружаем... 205 градусов не поднимаете. Средняя загрузка у нас по температуре это 190 градусов. Это для не супер плотного кофе. Эфиопия, Кении и другие плотные мытые обработки, они идут на 200, около 200 градусов. Энергию в начале загрузки вы распределяете с какой энергией вы стартуете? У вас всегда вы так подбираете бач, чтобы со 100% горелки стартовать? Нет, чем меньше бач, тем меньше в начале энергия. чем натуральная обработка, анаэробики и другие, тем меньше энергии в начале, чтобы не улететь в конце. Чем больше энергии мы в начале дадим, тем больше энергии у нас останется на краке и после краковом развития. А как с энергией вы постоянно понижаете ее или все-таки есть моменты, где можно ее чуть и повысить? Для каждого кофе индивидуально. в основном под эспрессо конечно идет на понижение. Фильтр с ямой на майяра для того, чтобы развивать сахара. Больше выделяется сахаров во время реакции майяра и более сбалансированным получается фильтр. Вопрос касающийся начала обжарки по протоколу между загрузками и бачами. Опять же таки как с температурой загрузки каждый обжарщик как-то по-своему делает. Я встречал что человек один все равно на какой-то температуре включает максимальную горелку и когда повышается температура точка загрузки раз и загрузил и дальше 100% погнали. Также я видел что вот есть у нас припустим температура загрузки 190 градусов мы сначала понижаемся на 10 градусов ниже 180 потом повышаемся на 10 градусов выше 200 и на опускании на 190 как раз загружаем уже и тогда включаем там горелку на столько процентов сколько нам надо как вы у себя с протоколом соблюдаете я понял вопрос у нас такой протокол обжарки мы между обжарками протокол мы ждем пока ростер стабилизируется и рор будет стабильное падение у нас это 2-3 градуса в минуту он стабильно начинает падать мы опускаемся ниже температуры загрузки после чего 5-10 градусов ниже загрузки после чего мы включаем горелку на нужные нам показатели в зависимости от бачи и начинаем обжарку загружая на температуре нужной нам то есть мы на подъеме на повышение на подъеме то есть я понял дальше очень важный для меня еще момент и непонятный ну как бы в какой-то мере понятный чем больше разбираешься тем меньше понятный это Airflow года 2 назад получается жарили с понижением то есть в начале на сушке мы давали больше воздуха если погизна то сколько это процентов начинали на 140 пасхалях и уходили на 120 пасхалей это было здесь на Антоновиче у нас шам ресторане который уже закрылся джемни ростере здесь была очень длинная система вентиляции с большим количеством то есть надо было больше энергии больше воздуха чтобы выдавить да то есть там и принудительные улитки стоят и все это работает но нужно было больше воздуха переехал на завод и вы вывод в атмосферу имея просто самая простая с минимумом колен то есть одно колено и дальше атмосфера после того как мы переехали мы заметили что такой 140 это уже много у нас кофе начинался сушить то есть пробуешь кофе и он сушит на послевкусе очень сушит и мы пришли к стабильному стабильному air flow на протяжении всей обжарки то есть вы его не трогаем да то есть мы подобрали под каждый под каждый объем под каждый вид обработки подобрали свой air flow и работаем с ним но сейчас у вас вентиляция более прямая без вот этих всех витков у нас один угол это из ростера вышел 45 градусов вверх и все и 5 метров трубы на каких процентах вы сейчас работаете все это в диапазоне 110-130 паскалей то есть в зависимости от обработки размера бача и потребностей я просто тоже общаясь там с разными людьми слышал такие мнения на стадии когда мы только засыпали зеленый кофе чтобы выдуть какой-то мусор какую-то там пыль какие-то там не знаю может ворсинки от мешковины еще чего-то нужно дать нормально airflow чтобы ну чтобы это все вылетело в трубу доходим до точки поворота до обвала и тогда опускаемся до нашей рабочей температуры ну не температуры а airflow то есть мы выдали мусор и опустились потом мы идем до крека абсолютно на одинаковом кбрфло не трогаем то есть опускну в моем случае это 80 потому что у нас вентиляция там достаточно тоже прямая без изгибов и 200 труба очень хорошо все вытянет то есть мы на 80 идем там очень хорошо все как бы с воздухом и только уже на креке нужно тоже подать там где-то до 100 зависимо тоже от бача где-то до 100 до 110 паскалей чтобы уже когда там максимальное выделение дыма из кофе это все выдуть это одна из версий вот еще одна версия то что я встречал просто значит на любом гизане вот мы стартуем засыпали кофе до ел его мы 90 паскалей на маяре мы 100 чтобы растянуть маяр чтобы выйдут жара и на креке опять 90 вот такая схема пытаясь разобраться пытаясь понять для чего это делать потому что вот мансакна говорит что не нужно делать никаких действий если вы потом в чашке их не чувствуете ну типа лишь бы сделать двигать заслонки какие-то там лишь бы сделать поэтому каждый шаг каждый поступок в обжарке должен быть осознанным должен понимать что это происходит поэтому я пытаюсь разобраться вот я экспериментировал с разными обдувами тоже там пытался выдувать мусор но я обратил внимание что на сухом кофе если мы там говорим каком-то там сантосе либо это какой-то там позапрошлогодний кофе на загрузке если мы сильно выдуваем то это очень сильно растягивает сушку и тогда на выходе можно получить там совсем какое-то там дерево во вкусе поэтому если мы припустим жарим робусту которая там с каким-то там мусором да то есть я могу себе позволить там на начальном этапе очень там хорошо выдуть ее но на остальных если это хороший кофе хорошего качества и он чистый то то есть сразу там на рабочем аэрофло стартует 80 и ну вот ближе к реку одно время я на креке начинал поднимать аэрофло чтобы выдувать дым чтобы кофе не получался дымным сейчас практикую где-то за секунд 40 до крека потому что тоже начитавшись разных статей книжек пишут что кофе начинает активно дыметь еще за какое-то время там за секунд там 30-45 до крека и уже тогда надо поддавать нормальное рыхло чтобы избавиться от этого дыма но вот сейчас я так пробую вот в этом воскресенье я жарю будем там капить на днях и посмотрим дает ли это какой-то результат или нет хотя вот читая рау и в принципе смотрел как устроен пробат у них там нет возможности насколько я знаю да там вот так кизыне процентом не гулять там заслоночку выставляешь в одном положении их там три уровня да сергей правильно что понимаю то есть я не видел чтобы обжарщик там во время во время крека бежал к заслонке там шестигранником откручивал там опа раз ее там она выставлена в каком-то положении и как-то пробаты вот не славится что кофе у них дымный мы пробовали по-разному мы взяли один сорт кофе и начали жарить его с разным air flow тоже начитавшись статье решили что нужно нужно попробовать что же дает результат в итоге мы пришли к стабильному он самый прогнозируемый и самый понятный а как вы пришли к этому стабильному показанию то есть мы пожарили по бачу выставили капинг вслепую и пошли пробовать тот который нам больше всего понравился по балансу по всем то есть ростер был разогрет условия обжарки одни и те же действия одни и те же единственное изменение это air flow мы попили этот кофе выбрали который вскрыли карту увидели ага это стабильный значит таки будем дальше работать вот вот так вот мы пришли к стабильному air flow и точно так же как температура загрузки загрузки если бач меньше то соответственно air flow тоже там как-то меньше то есть он пропорционально уменьшается зажигалка не проверяли зажигалка не проверяем давай перейдем теперь самой интересной части разговора это вот именно ну я не знаю стиль обжарки метод обжарки я для себя выделил значит обжарка по рао и обжарка по акне как вы жарите ну ты уже почитал про акне и как вы жарите и в чем кто прав из них потому что один говорит типа да этот не понимает надо вот так делать ты что рор подскочил все будет печеный кофе не печеный этот скорчат стиппинг вот скотч на на креке там рор там подскочил все может быть раз крек флип да 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 скачок ну такое а это акне говорит да какая что там рора вот нам важно сушка закончится столько там минут майяр чик должен быть 4 минуты и потом будет девелоплент но это уже там все равно потому что это только степень обжарки там экстрактивность и да экстрактивность плотность и там барабан выбирайте себе что вам нравится важно майярчик пройти вот как вы жарите и разделяете ли вы методы для фильтра или для эспрессо метод рау и метод акне они пересекаются друг с другом но рау больше подходит для коммерческой обжарки стабильной коммерческой обжарки хороший его метод хорош для эспрессо акне хорош в спешлти кофе где нужно понимать слабые стороны кофе и сильные скрывать слабые и более четко акцентировать внимание на сильных спешлти кофе он более хорош это для фильтра или тоже для эспрессо и для эспрессо и для фильтра то есть все зависит ситуативно от каждого кофе рау лучше жарить по этому методу коммерции у эспрессо какой-то несложный несложный простой сладкий плотный эспрессо да мы так и придерживаемся нас нету какого-то разделения четкого на рау или акне про акне мы в принципе узнали буквально пару дней назад когда нам написали вот поэтому очень круто очень круто что люди уже давно это сделали мы не нашли эту информацию раньше и сами для нее додумывались было бы проще найти эту информацию раньше я думаю для этого ваши подкасты прям будут очень я скажу очень в цель тоже когда обучался обжарки у разных людей и вот этот метод акне то есть мне не говорю что метод акне вот так надо жарить и через какое-то время когда я прочитал про него про то как он жарит так это же метод акне уже все понятно там я все-таки скажу в чем суть потому что мы будем говорить там акне ну как я это понимаю значит метод рау загружаем кофе и постоянно понижаемся понижаемся по энергии чтобы наш рорчик вот так вот падал как горочка как на саночках можно как на саночках вот именно чтобы не было там скачков каких-то трамплинов потому что не дай не дай боже доходим до крека где-то там 8-9 минута тоже любимые вот эта точка все крекнули и тут очень важно очень важно развивать кофе правильно потому что там тоже ни в коем случае не должно быть прыжков бывало мы там опускаемся опускаемся и выгружаем наш кофе и вот если у нас рор красивый все кофе будет классный главное прийти к креку там на 8-9 минуте ну это так коротко говоря как я это понимаю метод акне тут совсем сегодня тут такие гонки просто мы загружаемся там на максималках чтобы сохранить даже не сохранить он говорит как вас должно ограничивать только типинг и скорчен грузите вот столько позволяет ваш кофе там загрузить так чтобы не обгорал вот столько грузите чтобы разбить все вот эти соединения вдребезги чтобы потом из этих кусков слепить что-то интересное на маяре вот вот значит загрузили доходим до елова там просто быстренько пролетаем на таких максималках горелка на 100 если говорить про большой бач 12 килограмм горелка на 100 процентов на максималках закинули прибежали к елову к елову прибежали и тут самое интересное на маярчик хороший чтобы сформировались ароматы вкусы все соединения и значит на елове все скидываем скидываем газ по тормозам включаем аэрофло чтобы у нас там если это фильтр то нужно за 3 минуты пройти до крека от елова если это эспрессо то где-то за 4 минуты вот а где-то буквально за 30 секунд 40 секунд до крека когда кофе начинает уже дыметь и чтобы с этой фазы его быстрее вывести он говорит опять газу даем даем газу чтобы у нас хороший крек был и потом на развитии нам там тоже на рор особо не смотрим он может прыгать может этот ну главное чтобы сильно не упал на развитии нам нужно набрать какое-то количество градусов за какое-то количество времени да я хочу сказать по поводу акне и пролетать сушку я думаю все-таки зависит нужно владеть данными по зерну это плотность влажность хотя бы плотность влажность для того чтобы понимать насколько быстро пролетать эту сушку если будет слишком много влажности крек будет слишком активный и энергии больше сохранится в зерне после чего у нас есть риск после крека улететь не на 7-8 градусов 10 градусов для фильтра а на все 20 градусов вверх потому что будет неуправляемое неуправляемое большое количество энергии в зерне за счет влажности в нем нужно понимать влажность и работать с влажностью то есть я так понимаю что если кофе достаточно влажный то и сушка должна быть чуть-чуть длиннее не 2-3 минуты а 4-5 минут на батче в 12 килограмм на езань пятнашки со встроенным циклоном то есть ситуативно у нас с нашей вентиляцией на другие машины перенести просто так взять и не получится то есть это эмпирическим путем у себя по вкусу в чашке вы определите он просто улетит по температуре и он прям улетит по температуре и ты он начнет выделять сахаром масла на поверхность которые прогоркнут и такое не очень культурное выражение обоссыться кофе красивой станет как в рекламе но блин во вкусе это будет прогорклась и все мы знаем чем это чем это грозит нам поэтому улететь по температуре тоже важно не вылететь поэтому с влажностью нужно работать а для фильтра сушка она отличается как-то по времени сушку можно чуть меньше чтобы было больше энергии чтобы зерно более активно кракало ломалась структура более экстрактивным было то есть нам на фильтре надо за более короткое время получить хорошее развитие то есть более высокие температуры зерно кракало на 194 и мы хотим на 203 выгрузить если мы будем идти по профилю эспрессо мы не поднимемся так быстро к этой температуре из-за отсутствия влаги которая будет помогать нам повышать температуру сохранять энергию и давать расти температуре внутри зерна внутри барабана внутри машины как тепломассу используем влажность как тепломассу ну и насколько я знаю влага нужна для карамелизации потому что не будет воды то это очень долго мы до крека долго доходить ну и для реакции майяра важна и для карамелизации если слишком высушим у нас после крека просто не успеет карамелизироваться сахара и мы получим суперкислотный фильтр что не очень круто мы еще придем к этому вопросу я так понимаю да придем потому что я как раз обратил внимание что я пытался жарить по одному и по другому методу и пришел к тому результату что фильтра более интересные более кислотные богатые на какие-то фруктовые ноты получается именно по методу акне если жарить вот именно за счет того что мы вначале даем больше энергии а потом немножко подрастягиваем этот майяр чтобы у нас чуть какой-то сладости было вначале я так понимаю мы закладываем потенциал для кислотности а потом мы уже добавили немножко сладости то фильтра более интересные получается если таким методом эспрессо жарить то они такие кислючие получаются честно говоря сложно даже сварить нормально чтобы скулы не сводило на методом рау они более спокойные сладкие выходят вы когда жарите у себя фильтр и эспрессо и разделяете как-то вот именно подход к этим двум вариантам кофе и за какие основные принципы можешь именно подытожить по обжарке фильтра эспрессо по обжарке фильтра фильтр пытаемся развить и сахара и кислоты за более короткое время собственно чтобы был сочный напиток сладкий сбалансированный не суперкислотный а именно сбалансированный эспрессо чуть растягиваем чтобы больше сахаров было чтобы чуть слаще было опять же ситуативно к каждому кофе есть некоторые образцы в нашей линейке которые мы жарим чтобы было легче по методу акне то есть с растягиванием маяра и всего остального в основном это натуральные аэнаэробики то есть вот этот кофе там и так много сахаров остается после обработки и нужно поработать над кислотами в кофе чтобы сбалансировать сладость и получился сочный напиток не кислючий а сочный как ты относишься к тому что перед креком повышать энергию ну что я слышал мнение что кофе вот мы говорит он теряет уже теряет глажность он стает более сухой более нежный и ни в коем случае перед креком нельзя давать больше энергии потому что можно его дать ему скорчинга таким образом вы в своих обжарках допускаете что иногда нужно повысить энергию перед креком да допускаем в каких случаях сейчас расскажу небольшая заметочка скорченных мы не можем получить на поздних стадиях обжарки скорченных он в начале это обожженные участки зерна которые либо из-за неправильного перемешивания либо из-за слишком перегретого металла в барабане вот он появляется там и дальше мы его получить не можем все зависит от плотности зерна и от целей то есть если мы хотим за короткое время анаэробики очень быстро стреляют маслом у них очень быстро проступает на высоких температурах чуть выше выгрузил все весь кофе в масле через неделю он уже горький невкусный неприятный чтобы добиться экстрактивности у анаэробика и получить и экстрактивность и сладость и хорошее развитие чтобы он не был недоразвитым и в то же время не стрельнул маслом после крека нельзя давать больше энергии поэтому перед креком мы даем чуть больше энергии разгоняем кофе даем ему толчок пинок после которого выключаем перестаем подавать энергию или подаем ее минимально и получаем плавное падение рора плавное плавный подъем температуры за более длительное время за счет этого у нас и экстрактивность и сладость и нет масла на поверхности вот поэтому то есть вы парите после крека выключаете горелку опять же ситуативно на каких-то выключаем на каких-то не выключаем все зависит от потребностей от самого зерна к каждому кофе подход разный по развитию после крека можно ли как-то еще повлиять на вкус что-то как-то спасти кофе либо наоборот запороть или это все-таки уже идет работа на экстрактивность на плотность нашего напитка и читая там интервью с мансом акне то он сказал что весь вкус и аромат формируется до крека после крека говорит там уже все что заложили уже это будет ничего уже вы не добавите только можно добавить экстрактивность горечь и все так ли это или можно как-то еще с помощью рора что-то вытащить с помощью рора мы следим за температурой выгрузки то есть насколько высоко мы уйдем от этого зависит и экстрактивность и другие вещи после крака мы начинаем работать с плотностью то есть начинаем балансировать кофе относительно кислотность сладость после крака кислоты потихонечку начинают уходить разрушаться и перекрываться другими ароматами и вкусами сухой дистилляции вот попросту горение вот кислотность начинает уходить вниз а экстрактивность повышаться нам нужно найти эту золотую середину где и кислотность и экстрактивность находятся в балансе за счет чего сахара будет при приготовлении растворяться качественно небольшой фразой после краковое развитие тоже важно и с ним тоже нужно играть но больше не по времени а по процентному соотношению и температурой выгрузки то есть прироста то есть от крака до выгрузки выгрузки так в принципе заканчиваем обжарку больше акцент на градус выгрузки ну и естественно проценты от всей общей да градусы проценты ну и рор понятное дело он не должен скакать как сумасшедший в каких пределах в каких пределах после крака допустимо там самый высокий уровень рора после крака и самый низкий когда считается что кофе там уже может запекаться потому что на дизоне я как бы слышал мнение что если рор меньше двух не падает то как бы все нормально если я там чуть-чуть за двоечку ушел кофе запекается тут зависит от air flow насколько сильно он выдувает энергию из ростера и он уходит то есть рор с 5 плавно спускается к 0 то есть потихонечку в эспрессо заходить лучше на чуть менее сильном при росте для того чтобы растянуть где-то 4 где-то 4 да 4-4 с половиной выгрузка я так понимаю рор там должен где-то в районе полторы нет выгрузка рор уже в районе единицы полтора два то есть один это на эспрессо на эспрессо на фильтр около двух градусов рор идет уже на выгрузке фильтр получается мы где-то в крек заходим с рором 5-6 и эспрессо 4-5 то есть чуть-чуть меньше для того чтобы не дать слишком много энергии эту энергию более растянута давать рор главное чтобы воздух не был ниже по температуре тогда он уже начинает запекаться потому что получает температуру больше кондукции вот и он начинает запекаться главное не упасть в минус по рору а так около единицы опять же это ситуативно на каждой машине по-разному на нашей машине мы можем на эспрессо выгрузка когда выгрузка эспрессо идет около единицы рор 1 1,2 возможно даже 0,8 но это уже на выгрузке то есть до этого он плавно спускается вниз сколько процентов развития у вас на эспрессо в районе 20 в районе 20 процентов эспрессо опять же ситуативно от каждого кофе по градусам сколько он успевает набрать по градусам он успевает набрать градусов 12 то есть это мытый кофе если мытый то наверное 12 раз в 12 14 если я правильно считаю если у меня с математикой все хорошо 193 допустим он кракнул 205 мы выиграли 12 градусов вот кракнул 12 градусов прироста за 20 процентов развития в среднем времени занимает вот эти 20 процентов в нашем баче это 2 минуты плюс-минус 15 секунд то есть у вас где-то выгрузка эспрессо и светомытый кофе где-то получается 205 ситуативно от 204 до 210 вот бразилия может выгружаться выше она любит высокие температуры в Питере выгружаете градус выгрузки меньше 200 205 в этом диапазоне в этом диапазоне да чуть раньше ну и по времени чуть раньше но прирост в районе 7 7-10 градусов 7-10 градусов где-то там пониже это натуральное уже да-да-да конечно интересно и по поводу фильтра есть еще то есть такая последняя тема значит есть фильтра я пил там более кислотные есть более сладкие такие даже что кажется это ну как бы омния обжарка как предпочитаете вы его себя жарить сколько развития по времени после крака идет на фильтр либо по процентам потому что вот них обжарщика я вижу там они минута минута 10 и выгружают другие обжарщики так это же кислятина нужно фильтр в Европе вот подводя к следующему вопросу то есть куда движется рынок и мы уже проходим эту волну где там пили очень кислый там часто недоразвитый кофе вот и сейчас уже там возвращаются обратно более сладким вариантом вопрос в чем как вы жарите более кислотный фильтр или более сладкий то есть вы там развиваете его там буквально там минута минута 10 или там все-таки полторы минута 40 светлый и темный фильтр как вы жарите уважаем что-то среднее между светлым и темным балансируя реакцию растягивая майар и правильно правильно акцентируя внимание на поиске где кислоты уходят вниз экстрактивность повышается то есть и сладость соответственно при экстрактивности выше еще этот баланс мы пытаемся найти для кофе который мы жарим именно тот раскрыть его потенциал звучит пафосно но так и есть то есть какой-то кофе будет более кислотный какой-то может дать больше сладости мы стараемся жарить по-разному берем кофе обжарили его по-разному попробовали выбрали как мы собираемся его жарить дальше что мы как мы хотим это показать нашему гостю нашему клиенту именно как мы преподносим этот как мы видим этот кофе мы пожарили попробовали коллегиально решили и дальше уже жарим по профилю выбранному разный кофе есть есть у нас в линейке и не супер кисляки но с яркой кислотностью кофе есть и плотные сладкие такие как пьют сейчас в Европе например какие там вы более кислым жарите какие послали мытый кофе имеет потенциал кислотности натуралы к сладости вот и каждому надо подчеркнуть свое свои достоинства каждому кофе пробуем жарим пьем назвать какие именно ну есть у нас перу каранза барбоса там больше мы раскрываем баланс кислотности и сладости он обработки хани у нас два просто есть каранза барбоса и каранза бака и я их путаю их названия тот который хани в нем очень приятная круглая кислотность сочная которая ну для натураловы хани не присуща и но в нем она очень актуальна то есть она очень вкусная кофе получается вкусной в чашке поэтому его мы жарим в баланс кислотность сладость чтобы это было сочно ощущение будут кислоты но не будет сахара мы не получим мы не получим кислотность будет плоская негативная будет сахар будет округлая будет приятная то есть работаем работаем самим зерном индивидуально индивидуально каждому зерну свой подход индивидуально опять же по тому что получается на столе мы пожарили несколько бачи по-разному попробовали выбрали и тогда только жарим уже на пачку до этого у нас кофе остается на заводе и мы его пьем пропиваем и решаем дальше как будем работать ты говоришь на фильтрах растягиваем маяр какие временные промежутки имеется ввиду и каким образом вы 4-5 минут вот 4-5 не пролетаем если по скотт-урау идти ты его пролетишь 3-4 минуты там 4-5 минут и это делается при помощи банальной ямы когда ты вначале дал энергии на гол ты снизился и перед краком дал пенка вот и получается растянутая классика классика акне опять же мы узнали об этом только на днях что это классика акне получается если мы ну опять же таки вы фильтр я до сколько вначале услышал жарите и по 12 килограмм и по 12 килограмм да спокойно я никогда не пробовал но в принципе слышал что вот в идеале для гизина пятнахи жарить эспрессо это по 12 килограмм фильтр это по 8 килограмм это так чтобы ты мог дать вменяемое количество энергии чтобы ты мог этим бачем управлять и у тебя был какой-то запас мощности 12 килограмм можно и не потратить всю кислотность да не разогнать потратить всю кислотность и получить что-то такое недофильтр перефильтр не до эспрессо опять же это скорее всего зависит ситуативно от машины потому что есть с выносным циклоном гизины есть с внутренним встроенным они работают чуть-чуть по-разному они очень похожи но внутренний циклон реально может жарить чуть больше объема с чем это связано я сейчас не готов ответить сколько у вас позволяет рост просто такой же позволяет обжарить бачи до того когда надо уже чистить его вот там 12 килограммов бачи смешанного кофе в общем у нас выходит примерно около 300 килограмм я не помню сколько это бачах это могут быть бачи и по 6 килограмм и по 12 общий объем 5 мешков кофе и тогда уже надо 5 мешков если это будет натуральный то это наверное 4 мешка если смешанное то это около 5 мешков спокойно он вот внутри под ним под 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 емкость позволяет кошелухи да в себе ничего себя если жарить какой-нибудь декав на котором уже нет сильверскин особо то можно жарить больше вот а натуралы конечно меньше объем то есть около 200 килограмм 200-300 килограмм это его объем вот на обжарку но это при условии что у вас ростер чистый и вы постоянно проходить делаете и трубы чистые то есть должен свободно дышать ростер тогда он может много шелухи в себе задерживать чем дольше он не проходит чистки тем меньше он собирает шелухи и есть возможность возгорания да 300 грамм на пятнашки на пятнашки но он пожарился как кофе то есть датчики понятное дело там меньше полтора килограмма еще можно кое-как смотреть на датчики хотя бы ориентироваться меньше полутора килограммов все там уже просто берешь и жаришь то есть такой да можно обжарить какой-то 300 граммах отметили крек мы жарили по времени по времени по времени там не слышно там не факт что зерна не попадет слышно но зерна не попадают ну и понятное дело аирфлоу на минимум минимум энергии то есть куча а температура загрузки 300 граммов сколько было в районе 180 170 180 просто закидывали и жарили пришли образцы по 300 грамм надо было надо было пожарить стронхолда еще не было на икаве 300 грамм слишком долго жарить и было лень вот получилось да адекватно как сэмпл образец получился достаточно адекватно чтобы пропить и понять подходит не подходит и потенциал самого кофе мы пришли к тому что один жарит так другой так это творческий процесс для технорей обжарка это творческий процесс для технорей это вот такая интересная работа где ты работаешь над картиной вкуса а не просто цифры 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 это все-таки и цифры и картина вкусовой букет и все эти интереснейшие вещи которые есть в кофе пробуешь пьешь дальше идет техническая работа над тем что я вот тут поменял и оно вот так поменялось о класс это вкусно вот ага а что если сделать так пробуешь и картина меняется и это это очень интересная работа но в то же время очень сложная которая не не прощает ошибок а если и прощает то очень дорогие ошибки выходят ну да ошибки не дешевые на 12 килограммах какого-нибудь хорошего спешака самое главное опять же не устану повторять то что всегда надо пробовать капить и если было какое-то изменение в обжарке то обязательно нужно попробовать и понимать что это нам дало либо ничего не дало вот потому что только можно догадываться о том как повлияет там какой-то а потом просто собирать отзывы от своих клиентов такие за что это такое раньше было вкусно а теперь ваша кофемолка не смалывает кофе или ваша машина не варит оказывается технарь просто решил поменять пересмотрел какие-то взгляды и поменяю стиль обжарки не предупредил дальше да так что еще очень важно для обжарщика это все-таки стабильность то есть если он уже начал какой-то кофе жарить вот как-то в каком-то стиле то там кардинальных каких-то поворотов без предупреждения клиентов тоже не стоит делать то есть можно там шаг право шаг лево для себя какие-то выводы делать и уже на каком-то новом кофе можно это все воплотить в жизнь то есть все изменения должны быть согласованы с конечным потребителем да не столько согласованы хотя бы озвучены конечному потребителю чтобы он был готов к изменениям сложности случаются с обжаркой когда ты жаришь ты пробуешь тебе это намного вкуснее ты стабильный но ты ты стабильно растешь у тебя стабильно повышается качество но люди которые пьют кофе не всегда стабильно повышают свой уровень знания то есть они не знают что это более качественно для них было вкусно то а вот это теперь странно непонятно возможно как-то вкусно но это не то что я было раньше а то что было раньше это же вот это в наши времена в наши времена все было по-другому да что будем подводить итоги нашей встречи коротко по темам которые мы подытожим первое мы начали с температуры загрузки а еще очень важно мы как коллеги по по ростеру не по одному ростеру одинаковые ростеры мы общаемся хочу подметить то что мы все что мы проговариваем все что какие-то конкретные имеется ввиду конкретные градусы какие-то конкретные временные промежутки это касательно там рост рогизм 15 килограмм да 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 с внутренним цикланом в принципе в целом в целом все принципе все моменты они как бы общие для любых ростеров ну если уже конкретно идут какие-то там градусы то это или там паскали и минуты это уже имеется ввиду этого ростера поэтому поговорим подытожим конкретно к нашим ростерам температура загрузки то есть мы если это какой-то коммерческий кофе мы говорим про 12 килограмм загрузку если это коммерческий кофе то какая у него влажность и какая плотность чем плотнее тем любой кофе коммерческий некоммерческий влажность плотность из-за этого мы делаем вывод насколько агрессивно мы будем входить чем плотнее кофе тем агрессивнее как говорит акне чтобы разбить внутреннюю структуру зерна и освободить больше всяких химических. Чтобы было из чего лепить. По протоколу обжарки тоже два слова. Протокол между обжарками. Важно его соблюдать. Опять же, важно делать каждый раз одинаковые действия. Возможно, кому-то они покажутся неправильными, но чем стабильнее вы делаете эти действия, тем стабильнее качество уходящего от вас продукта, то есть выходящего из вашего ростера продукта. По Airflow? Каждый подбирает под себя. Мы жарим на стабильном Airflow. Ну это вы пришли, опять же, методом проб и ошибок. Пожарили много разных способов, попробовали, выбрали для себя слепую, вскрыли карты, увидели это стабильный, жарим на стабильном. Иногда экспериментируя с другими сортами кофе, то есть если что-то новое, интересное заходит, мы можем тоже пожарить с разным Airflow для того, чтобы понять, возможно для этого кофе стабильный Airflow не подойдет. В принципе любые действия должны как-то отображаться во вкусе кофе, да. Понимать для чего это делать, а не просто теребить заслонку. Потому что так спокойно на душе. Акне и Рао имеют право на жизнь оба методы и мы уже согласовали и дошли к общему мнению, что по акне в принципе очень хорошо жарить более кислотные кофе, которые богаты потенциальным, какие-то фруктовые, там даже те же самые эспрессо, если мы говорим какие-то спешлти, а основные фильтра очень хорошо идут. Вот по Рао лучше всего таки жарить, что-то попроще. Попроще и как правило эспрессо, и как правило это коммерческие эспрессо. То есть тот, которого много. Он стабильный, метод Рао хорош по стабильности. Каждый раз повторяя одни и те же действия с одним и тем же зерном у тебя будет выходить очень близкий по вкусовым качествам продукт.